За окном весна, а мы в Милане играем в снежки и лепим снеговиков. Вот такая погода наблюдается в последнее время на большей части территории Италии. В Италию пришли аномальные холода и снегопады, которые принес большинство областей республики сибирский циклон Буран. Впервые за последние 6 лет в понедельник 26 февраля Рим проснулся укрытый снегом после обильного ночного снегопада. Городские власти закрыли школы и детские сады. Возникли проблемы с транспортом. Из-за непогоды было также нарушено железнодорожное сообщение и работа аэропортов. Проблемы дополнили деревья, которые ломались и падали под весом снега. Вслед за Римом заснеженными к утру проснулись Милан, Турин, Генуя, Венеция, Болония, Перуджи и Флоренция. Снег и ледяной дождь в Лигурии. Главные автомагистрали во льду. Объявлен высокий уровень опасности. В горах региона Венето в некоторых провинциях зарегистрированы рекордные отметки арктического мороза, местами достигавшего 34 градусов. В Пимонте в горах были отмечены рекордные температуры до минус 34,8 градусов. Предупреждение третьего уровня лавинной опасности в Альпах. Критическая ситуация в районе известного курорта Риммини, где в некоторых провинциях уровень снега достигал до 1 метра. Снег и морозы в регионах Абруццо и Марки. Морозы в Умбрии и рекордные показатели минусовой температуры в регионе Молизы. Снегопады и мороз на Калабрии. Полярный холод не пощадил даже некоторые районы Сардинии. Там были закрыты детские учреждения. После снегопада, который в понедельник практически полностью парализовал жизнь Рима, во вторник утром снег выпал на юге в Неаполе, где не было снега два дня подряд с 1985 года в течение последних 33 лет. Но если мы сравним уровень выпавшего снега, то этот неаполитанский снегопад сравним только с пресловутой зимой 1956 года. Снегом покрылся спящий вулкан Везувий, морские набережные и центр Неаполя. Из-за обледенения взлетной полосы и плохой видимости приостановлена работа местного аэропорта. Закрыты детские учреждения в городе почти прекратил работу городской транспорт. Я передаю слово корреспонденту АЛЛАТРА ТВ Людмиле и нашему другу Марку, а также на телефонной связи с ними Фортуна, жительница Неаполя, любезно согласившаяся рассказать нам о недавнем снегопаде в Неаполе. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Фортуна. Здравствуйте, Фортуна. Мы хотели поговорить с вами о снегопаде в Неаполе, что само по себе очень редкое явление в вашем регионе. Во время непогоды мы столкнулись с трудностями с городским транспортом, с работой были закрыты школы. Мы не привыкли к снегу в Неаполе. Да, действительно. Также было жаль бездомных, которые живут на улице. Были смертные случаи? Нет, счастья не было. Многие люди приготовили горячую еду для них. Прекрасно. Легко ли объединиться в критической ситуации? Да, я думаю, что да. Да, действительно. Легко сделать шаг навстречу ближним. В Неаполе после всего случившегося, когда было приостановлено транспортное сообщение, остановились многие работы, люди собрались и продолжали действовать. Более того, они помогали ближним и, прежде всего, бездомным, которые живут на улице. Я расскажу вам в том случае с моим хорошим другом. Он приготовил традиционное неаполитанское блюдо – пасту с картошкой, разложил это все на отдельные порции и раздал всем нуждающимся. Не только он так поступил, и другие кормили бездомных. Неаполитанцы, они такие, помогают ближним. Да, снег и холод – очень редкое явление. Но людей это не останавливает. И они продолжают жить. Спасибо большое, Марко. Подробнее о климатических событиях, природных аномалиях и катаклизмах на планете смотрите в передачах «Экстренные новости». Это уникальные выпуски-репортажи из разных стран и яркий пример объединения людей по всей планете. История, она повторяется. И здесь не надо обладать даром, предвидения или ещё что-то для того, чтобы сказать, что будет. Опять-таки мы об этом говорим и говорим давно. Но, слава Богу, да, сейчас нас многие слышат. Но многие те, кто слышат, — это песчинка на самом деле среди почти восьми миллиардов человек. Разве не так? К нам начнут прислушиваться более серьёзно, когда заскрипит сапог. Я имею в виду Италию. То, что там произойдёт, а мы об этом сейчас озвучиваем, вот тогда люди начнут задумываться. А может быть, мы правы. Но опять-таки, задумавшись, отвлёкшись на что-то, человек начнёт заниматься тем, чем обычно. Он не пойдёт к соседу и скажет, «Сосед, а давай мы с тобой выпьем». Просто вот поговорим о Душе, по Душам или как угодно, просто по-человечески. Не с бутылкой, «давай мы с тобой выпьем», а «давай поговорим о Вечном». Ну можете себе представить такое в массе? Тяжело, да? Вот Анечка даже заулыбалась, потому что это действительно тяжело себе представить. Ну тогда можно взять бутылку, идти к соседу и сказать, «А давай мы друг друга поменём». И это будет правильно. Это не критие «волки-волки», это неизбежность, которая вот она за окном. Но человечество, которое бы смогло объединиться, объединиться в любви и уважении, как одна семья, какой оно должно быть на самом деле, всё это человечество, оно бы смогло противостоять всему, чему угодно. Понятно, что в любом случае уже поздно разворачивать историю и что-то делать. Как бы мы этого не хотели, мы не сможем прийти к тому, мы прошли это время для того, чтобы всё прошло гладко и не было бы разрушений, не было бы катастроф. Буду — это уже неизбежно. Вопрос в том, как мы пройдём этот период времени. Мы всего лишь говорим, люди, давайте любить друг друга, давайте быть людьми, достойными того, чтобы быть людьми. Объединение людей — залог выживания человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова